Всем привет, друзья, с вами Диодан. Сегодня у нас 17 серия прохождения Булатной Стали за Византией. Мы продолжаем битву под Константинополем. И вы знаете, у меня есть смутное ощущение того, что эту битву нам, наверное, все-таки не вытащить. Ладно, давайте не будем отчаиваться. Наша задача сейчас не допустить столкновения вражеских мечников с нашими копейщиками. Нам необходимо как можно дольше врага пообстреливать, поэтому я что делаю? Своих скутатов отвожу обратно вместе с Кондратой. И в это время мы должны лучниками, а именно нашими муртатами, что-то сделать и как-то удержать противника. Напоминаю, что с Кификой терпят вообще ужасные потери. Мы видим, что там 24 человека всего лишь осталось, при том, что мы не нанесли вообще никакого урона. Вся надежда на муртатов, что им, может быть, что-то удастся сделать. И мы видим, что ветераны-мечники вместе своими копейщиками перемещаются сюда. А также что у нас здесь происходит, где наши ребята? А, наши ребята спрятались в лесах. Ну, основную армию я отвожу обратно, и теперь наша задача приместиться и пойти на сближение с основной армией. Вот что я могу вам сказать. В это время муртаты что делают? Ведут обстрел, но ведут его как-то не особо активно. Постепенно перестреливают они венгерскую знать. И вот сейчас начнется перестрелка между таксотами. Таксоты. Давайте мы все-таки поставим даже стрельбу горящими стрелами, чтобы видеть, как говорится, по трассерам, как летят наши снаряды. И, кстати, 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 надо контратуи, наверное, поставить впереди, поскольку рыцари-феодалы могут отправиться в атаку. И все для нас это очень печально закончится. Основная армия в это время постепенно перемещается на подкрепление к дополнительной. И страдиотов мы отводим обратно. В принципе, это, наверное, единственный наш шанс на победу, что страдиоты... И вот о чем я говорил. То, о чем я говорил. Переходит в атаку. О, боги! О, господи! Рыцари-феодалы ворвались на таксотов. Господи, это ужасно. Это просто ужасно. Это... Это фейл. Так, ребята, слушайте, битва за Византию у нас тут может слиться. И... Контратуи напали на ветеранов-мечников. Надо срочно им тут помочь что-то сделать. И страдиотами попытаться ударить в тыл. Похоже, что это будет поражение, друзья мои. Ибо битва... Я не знаю. Битва очень серьезная. Итак, завязывается у нас здесь сражение. Противник, в принципе-то... Господи, что же там происходит? Как ворвались эти рыцари-феодалы? Это просто ужасно. И тут, естественно, сразу появляются вои-копейщики. Но, в принципе, шансы есть. Рыцари-феодалы сейчас пошатнулись. Все-таки налетели они и на копейщика в том числе. И сейчас наша задача вот здесь, на ветеранов-мечников как-то напасть так, чтобы они побежали. Ибо это для нас наиболее неприятные ребята. Так, что у нас еще? Кто здесь у нас находится? Рыцари-феодалы сражаются против наших копейщиков. Вои-копейщики вражеские уже убегают. Это очень хорошо. Но сейчас задача страдиотов это с вот этого небольшого расстояния провести грамотный чардж на ветеранов-мечников. А видим, что ветераны-мечники просто развернулись. И сейчас, по ходу дела, страдиоты идут в атаку и врываются во вражеских ветеранов-мечников. И как? Победа почти у нас в руках. 95, 80, 80, 78. Колеблющиеся. Давайте, ребята, страдиоты. Вы должны их опрокинуть, что-то сделать. Иначе, иначе победы не видать. Иначе победы не видать. Ну ладно, отходим обратно. В ближний бою все-таки это не самая лучшая затея нам сражаться. Далее, что здесь происходит? Венгерская знать нападает сейчас на наших лучников. Вражеские рыцари-феодалы. И что там? Ветераны-мечники опять, опять и опять. Но основная армия пока что стоит. С основной армией все хорошо. С муртатами там разобрались. Венгерская знать. Это, конечно же, не очень приятно. Но вновь мы должны провести этот чардж с страдиотами. С страдиоты, давайте, ребята, вся надежда на вас. Побегут они или нет? Врываемся. Отлично, замечательно. Пошатнувшиеся, силы равны 60-50. Да, да, ребята, ветераны-мечники убегают. Ветераны-мечники убегают. Это очень хорошо. Это значит, что у нас все-таки есть еще шанс. И здесь еще остаются пешие рыцари-феодалы. Страдиоты зарешали. Страдиоты зарешали. На тех лучников наплевать. Они уже ничего не решают. Может быть, они тут кого-то перестреляют. Там рыцари-феодалов. Но вот остались у нас еще небольшой остаток контратое. Как же их там назвать? Контратое. Да, контратое. И скутаты. Скутаты нападают на мечников. Где наши страдиоты? Готовимся к еще одному дополнительному чарджу в тыл. Здесь остаются у нас остатки. Кого? Кого? Пешие рыцари-феодалы, которые преследуют врага. Но они, естественно, проиграют в этом сражении. Ну, страдиоты, ребята. Вы зарешали эту битву? Да, мы потеряли половину армии, но все равно. Итак, идем в атаку на ветеранов-мечников. Боже мой, за нами еще рыцари-феодалы. Ребята, как можно быстрее уходить отсюда. Уходите. Уходите, черджуйте и проходите сквозь. Ох, посмотрите, как разгоняются очень быстро на ветеранов-мечников. Стойки. 106. 106, ребята. Идем дальше. Раз. Раз, разводим, разводим, разводим. Прорываемся сквозь строй. Что у нас здесь еще? Пешие рыцари-феодалы что-то делают. Ну да, нашим копейщикам приходится очень тяжело. Лучники все потеряны. Тут венгерская знать всех просто раскидала. Очень легко. Ой. Ну что, ребята? Ветераны-мечники еще стоят. Пешие рыцари-феодалы. Пешие рыцари-феодалы просто дерутся до конца. Мы должны провести еще один чардж. Что-то надо сделать. Итак. Ветераны-мечники убегают. Ну, наконец-таки. И пешие рыцари-феодалы тоже убегают, ребята. Ну все, это... Ой. Это, наверное, 70%, что победа. Теперь надо только не дать им вновь опомниться. Надо их догонять. Кто у нас там остался? Венгерская знать. Венгерская знать. У них наверняка уже скоро закончатся снаряды. И торопиться нам, в принципе, некуда. У них не остается шансов. Битва очень тяжелая. Битва буквально на волоске. Страдиоты идут в атаку. И посмотрите, венгерская знать атакует на наших копейщиков. Ребята, вы что, совсем что ли сумасшедшие? Идти в лоб на копейщиков? Это уже не знаю, то ли от отчаяния, то ли еще от чего. В общем, мы с вами что делаем? Добиваем рыцарей-феодалов. Забираем остатки. Захватываем пленных. И там происходит сражение. Сейчас попробуем еще в тыл ворваться. Смотрите, нас преследует венгерская знать. Идет она на перехват. Но страдиоты гораздо быстрее. Да-да-да, вот венгры. Смогут они перехватить нас или нет? Нет, не смогли перехватить страдиоты все-таки. Отдохнувшим. Давайте, ребята. Ребята, ускоряться надо. Ускоряться. И... Чардж спину вражеской кавалерии на рыцарей-феодалов. Залетаем очень хорошо. Сейчас еще надо выявить поддержку от скутатов. Рыцарь-феодалы стойки. А венгерская знать... Ну, венгерская знать, естественно, погибает. Поскольку против копейщиков им нечего предпринять. И это победа. 51% мы потеряли. Больше я не буду допускать таких ошибок. Поскольку, будь и венгров, армия чуть побольше. И все. И я бы потерял Константинополь. И как бы мы потом там с вами сражались, вообще непонятно. Битва. Битва просто повезло. Если бы венгры, не знаю, более грамотно, что ли, подействовали. И сначала разгромили наших скутатов, то это все. Венгерская знать идет в финальную атаку. Но тут уже ребятам ничего не светит. Конечно же, да. 34. На что они рассчитывают, я не понимаю. Надо венграм убегать. Ну, ускоряем ход битвы. Победа. Фу, безоговорочная победа. 1289 человек было потеряно в этой битве. Ужасные, ужасные сражения на самом деле. И оно говорит мне, что ни в коем случае нельзя расслабляться. Надо держать обязательно гарнизоны. Хорошие, качественные гарнизоны рядом с Константинополем. Всех пленных казним. И герой дня, командир Архелос. Слушайте, естественно, мы берем его к себе в семью. У меня сейчас огромный дефицит полководцев. В следующей войне умник, начинающий командир. И он, к сожалению, не появляется в нашей ветке. Ну что теперь. Оставим его в Константинополе. Потом все эти войска переведем в Адрианополь. Хотя здесь, какая у нас есть возможность. То есть нанимаем скутатов, нанимаем уртатов. Всех нанимаем. Из Никеи в следующем ходу. Или где у нас появятся? Когда у нас появятся уже мечники? А, это будет в Кастрофилаке, в Константинополе. Возьмем еще парочку отрядов Контратои. Да, так и сделаем. И в Торговище что происходит? В Торговище срочно нужны подкрепления. Ибо на подходе у нас венгерские армии. А мы можем осадить Скопье, точнее взять его? Да. Мы отправляемся на штург Скопье. Принц Буд. Безоговорочная победа. И мы занимаем очень важное поселение для нас. Награбили 1200. Кого мы здесь можем нанимать? Скутаты, Контратои. И охрану полководца. Через 25 ходов появится у меня такая возможность. Сразу же я беру лазутчика. Ремонтируем все здания, переобучение. Ну, переобучим несколько отрядов. Принц Аков. И смотрите, теперь наша задача просто держаться в Скопье. И потом мы находимся сейчас в центре Балкана. Отсюда я пока что никуда двигаться не буду. Ибо, кстати, лояльен ко всем. Это вообще неприятно. Верность у него очень, очень слабый и достойный проявитель. Для осаждающей врага весельчак ненормальный. Бах! Батюшки святы, а! Принц Аков у нас тут оказывается полный даун и полный дебил. Вообще, Византия всегда везет с полководцами. Что могу сказать? Ну, заканчиваем. 47-й ход. Денежек у нас все равно нет. И в Трапезунде ухудшается общественный порядок. Мне кажется, что там у нас появляются вражеские лазучики, которые наверняка делают всякие неприятные вещи. Да. И сейчас только мне не хватало, если Турция пойдет в контратаку. Нет, Турция все-таки занята пока что войной с Золотой Ордой. Но мы все с вами прекрасно понимаем, что рано или поздно Золотая Орда разберется с Турцией, тогда она пойдет уже на нас. И что нам там делать? Как нам воевать? Пока что непонятно. Этот вопрос остается открытым. Орлеста Венгрия осаждает Трапезунт своими кораблями. На подходе еще армия мятежников. Слушайте, если они сейчас осадят Трапезунт, то они его спокойно захватят. Мятежники. Нет, мятежники, слава богу, ушли. Мне в этом плане очень повезло. Правитель Гену и мертв. Новая невеста. Конечно же, гильдия лесорубов. Да. Археллоса сразу убегают. Ой, убивают. Жесть. В Константинополе просто уже, я не знаю, нельзя содержать никаких полководцев. Давайте попробуем туда лазучка перекинуть. Ага, и вот сразу убийцы появляются. Венгры, венгры. Слушайте, сколько же они нам неприятностей доставили, эти венгерские убийцы. Из Константинополя просто Афанасию Сафьяну. Легко раздражимый, предвзятый, недоверчивый, грек, кровный сын, здоровяк, невезучий торговец, крепкий от природы, женат. Плюс один к авторитету, недоверчивый, плюс один к личной безопасности. Нанимаем здесь лазучиков. Но этому парню надо куда-то убегать. Сейчас, ребят, еще одна проблема с горой. Парню надо куда-то убегать, перемещаться, и не знаю, в Адрианополь, наверное, или в Скопье. Ибо венгерские убийцы, они не прощают. Они просто тут, я не знаю уже, сколько я своих полководцев потерял, а? Так, ребят, один момент. Тут у меня телефон. Ну, может быть, мне повезет? Нет, мне, к сожалению, не повезло. Свадьба. Афанасий Сафьян, Марица Сафьян. Здесь у нас это все добро не отображается. И мы перемещаемся в Скопье. Наследник престола, 37 лет, ненормальный, достойный правитель, старый солдат, весельчак. Да, нам, как обычно, везет с полководцами. Кстати, а что там у нас, Дураца? А Дураца-то пустой. А Дураца-то пустой, друзья мои. И арта пустая. И это значит, что у нас есть шансы. Можно рискнуть. Но венецианцы наверняка сразу же переместятся к Скопье. Я в этом почти что уверен. Но Дурацы можно просто взять и ограбить. Там 7 тысяч человек, подорвать немного экономику Венеции. Потом сразу же моментально вернуться обратно в Скопье. Но это очень большой риск. И в Таргавишне находится наша основная армия. Слушайте, а... Там уже и копейщики с щитами. Я бы сейчас, на самом деле, на мировую пошел. Давайте попробуем с венграми поговорить. Перемирие крайне невыгодное предложение. Да. Венгры не намерены бериться. Я их могу понять. Они сейчас полностью доминируют. На Даме еще на Кале у нас продолжается найм-войск. В Константинополе появляются Кастрофилаки. Перебрасываем их в Адрианополь. В Никее все пока что хорошо. Нанимаем мы здесь с вами дополнительные войска. Турки. Вот уже появляются армии Монгольской империи. Переходят они границу. В Трапезунде что у нас? Религиозный бунт. А, здесь все-таки ислам уже. Слушайте, слушайте, слушайте. Ребята, ребята, ребята. Давайте наймем здесь еще парочку отрядов скутатов. И потом, и потом надо сюда перебрасывать в срочном порядке нашего священника. Да, давайте перебросим сюда. Елки-маталки. Все понятно. Я скутатов здесь нанимать больше не хочу. Монголы наверняка займутся Трапезундом. Трапезундом. Да. Ситуация у нас по-прежнему крайне веселая. Крайне веселая. Адрианополь. Ну что, торговишь-то? А что торговишь-то? Что нам здесь делать-то, друзья мои? Надо лазучкам отправиться посмотреть, что там сбрашиваем. Венгерский крупный город. Можно, в принципе, попробовать и его захватить. А это маленький город. А указано, что крупный город, да? Траговишь-то. Но я думаю, что нам здесь не получится все-таки закрепиться. Слишком большое количество венгерских армий. Неужели потом нам обратно опять идти в Адрианополь? Давайте подумаем. Да, мне кажется, что у нас здесь... У нас здесь рано или поздно просто возьмут в ловушку. То есть это надо прекрасно понимать, что у противника здесь довольно крупные воинские формирования. Моей армии необходимо переобучение, необходим отдых. Поэтому что я делаю? Я оставляю здесь один отряд и императору махожу. Надо, ребята, валить отсюда. И в Траговишь-то, естественно, мы все это дело разрушаем. Всю экономику, все военные здания, все бордели, все городские советы и прочее-прочее. В том числе налоговое управление. Мы уходим из города, но оставляем его полностью неподвластным. Далее, в Чиннакале у нас какая ситуация? В принципе, все хорошо. Зато, смотрите, мы получили с вами довольно большое количество денег. А, я же совсем забыл, что за снос построек дается же денежки. И это очень хорошо. Смотрите, теперь я, значит, что делаю в Чиннакале? В Чиннакале нанимаю дополнительные войска. И в Адрианополе, наверное, да? Таксотов возьмем. Это время Константинополя переобучения скутатов. Вот этим делом мы с вами займемся. В Никее, что происходит на им убийц. И пойдем еще в Кастрофилаков. То есть, смотрите, сейчас мы просто возвращаемся в Адрианополь. Переобучаемся. Далее топаем к Софии. Надо обязательно захватить этот замок. Он является, наверное, тоже ключевым. И здесь у нас огромное количество мадьеров. То есть, стрелковая кавалерия. Это значит, что мне необходимо довольно-таки крупное количество... Довольно-таки крупное количество стрелковых отрядов. Касаемо наемников. Нет, наемников у нас здесь никаких нет. Поэтому возвращаемся в Скопье. Ну и ждем ситуацию из Дурации. Как она там у нас будет разрешаться. Также перебрасываем флот. Обратно он нам здесь очень сильно пригодится. Аркадий Вурзас. 19 лет. Неплохой командир. Недоверчивый. Слушайте, тут все у нас уже недоверчивые. Просто потому, что... Венгерские убийцы дают о себе знать. Заканчиваем 48-й ход. Посмотрим, какие вести к нам придут. Да. Ой, ребята, ребятушки, ребятушки. Как же нам здесь тяжело, а? Приходится. В Терговише-то начинается бунт. Скоро там, наверное, произойдет мятеж. Народное восстание. Вполне себе понятно. Главное, чтобы сейчас венгры не догнали нашей армии. Мне не приходилось давать бой. А венгры это могут сделать. Мы все это прекрасно понимаем. Итак, сейчас момент истины. Венгры. Ну, вроде бы никого не убили. Это уже радует. Я уже, знаете, каждый ход... Мне кажется, что все. Сейчас я потеряю очередного полководца, очередного генерала. Какие же венгры все-таки потные, а? Итак, кандидат на усыновление. Аркадий Вурзас. Отлично. Я, конечно же, его беру. Правда, он наивный. И, соответственно, навряд ли он сможет там долго прожить. Бунт начинается в Терговише. Венецианцы уже подтягивают сюда свои армии. Где мой посол? Дипломат. Давайте поговорим с Венецией. Перемирие. Тут же крайне невыгодное предложение. Понятно? С нами никто мириться не хочет. В принципе, это вполне очевидно. В Терговише у нас бунт. Давайте снизим налоги. Правда, это нам вообще никак не поможет. Думаю, в следующем ходу здесь уже произойдет народное восстание. Венгры спокойно зайдут в город. Сводка новостей. Принца Яков. Скопье убили. Супер. Убили принца Якова. Отлично. У нас новый наследник. Принц Афанасий, 15 лет. Который предвзятый. Наследник предполагаемый, да? Грек, недоверчивый. Я не знаю, просто падают, падают, падают у нас огромное количество наших полководцев. Но сейчас уже у меня появляются свои собственные убийцы, которые должны начать действовать. Убийца ждет, если бы я только мог. Почему я не могу выбрать вот этого убийцу? Вот так вот, да? И отлично. Сейчас для нас единственный шанс разобраться с убийцами, это вот только использовать всяких болванчиков, так называемых, да? Перебрасываем в Адрианополь дополнительно к наших агентам. Это у нас кто? Польский купец. Киевский купец. Кто у нас здесь еще? Монголы вот уже находятся рядом с Анкарой. Готовы, в принципе, осаждать. Ну и в Трапезонде у нас ситуация пока что хорошая. Крестовый поход в Вильнюс. Так, этот ролик я убираю, так как у меня могут возникнуть проблемы с авторским правом. И Скопье. Здесь срочно нужен или полководец, или еще кто-то. Потому что без него удержать нам этот замок навряд ли получится. Но император Нефон возвращается после удачной кампании обратно в Адрианополь. Принц Афанасий, 15 лет. Куда его перебросить? В Никею, что ли? В Никее тоже будут уже действовать у нас убийцы турецкие. Константинополь. Давайте его в Константинополь переместим. В принципе-то какая нам разница, где ему помирать, как говорится, да? А Скутатов есть возможность переобучить? Нет, к сожалению, нету. Поэтому мы их перебрасываем в Адрианополь. Займемся сейчас их переобучением. Нет, такой возможности у нас, к сожалению, тоже нет. И куда идти нашей армии? Давайте мы вернем их всех в Адрианополь. Вот так вот, да. Потом эти ребята у нас отправятся, наверное, в Ченнакале. И Ариавиндос с килицей. Он возьмет эти армии под свое управление, чтобы их, не дай бог, не подкупили. Ой, ребята, уже 49-й ход, а у нас все никак нету нормальной стабильности. Ладно, друзья, с вами был Диодан. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Ждите новых выпусков. Всем пока-пока.